Мы говорили о том, что это 6 размеров этого дома и 6 футбольных полей. Мы просто, и даже у нас в роликах, которые есть, мы как бы, знаете, как-то клали вот эти футбольные поля, чтобы было понимание масштаба. Ну и все. И вот говорили-говорили и договорились до того, что, а почему бы здесь, с учетом того, что у нас есть месяц на то время, пока здесь не начнется строиться новый завод, а вон там, собственно, когда с той стороны уже если кладут металлоконструкцию, начинают подготовку под заливку нового завода. Если у нас есть месяц, параллельно у нас идут турниры детские в субъектах, где компания присутствует в Челябинске, в Костроме, в Костромской области, в Челябинске, в Гамчатке, здесь в Мурминской области мы решили, что давайте попробуем здесь посолить поле. Спросили у коллег из РФС, можно ли это сделать. Они сказали, что да, могут. А дальше, если уж мы кладем поле, то давайте из этого сделаем, попробуем из этого сделать привычку этому вниманию. Так оно все и родилось. То есть в Челябинске приехали. А кого знаете вообще в женском футболе? Почему? Это поле стоит, там вам уже, по-моему, читали люди, которые этим занимались, которые укладывали, они уже называли стоимостью. Но это не так важно, потому что поле в любом случае поедет здесь в Мурманске для детей, они будут на центральный стадион положатся, который сейчас придет. В Мурманске останется, поэтому здесь строительные работы, в основном, в своей массе делали с нашими силами, поэтому это, ну, физически больших денег не стоит, а само поле останется здесь. Знаете, что они появились? Фактически сейчас на самом дне направились. Ну, вообще, ни одно дно не разумеется. Да, да, ну, то есть вот это 16 метров, там 20 метров высотой, там Кольский залив, да, так и есть. Это была стенка, это называется... Что там? Ну, Кольский залив. Ага. То есть, собственно говоря, здесь был завод этой стенки, эта стенка называется батапорт, она, ну, двигается, ну, хочется, говоря, ее убрали сначала, значит, заполнили постепенно водой, потом отсюда ушел завод, вот там, который стоит вот вторая-вторая линия, здесь была первая. Собственно говоря, потом обратно привели, осушили, зачистили, начали готовить основание под следующий завод. У нас есть месяц на это, и утром на этот месяц мы, собственно говоря... Я правильно, пока все закончится, здесь вода будет, да, и что-то под ростом? Нет, нет, сначала, знаете, как строится, вот вы сейчас, когда поедете на их слушать, вы поймете, вот видите, вот эти вот модули стоят, да, вот там точно так же, это второй док, он точно такой же. Там смысл в чем? Сначала здесь отливается бетонное основание, и за два с половиной года сначала бетонное основание, а потом на них сверху вот такие вот модули, это завод, по сути дела, к прожижению. Потом, когда уже полностью это все настраивается, когда уже полностью все настраивается, постепенно сюда начинает заливаться вода, где-то за полгода до отлытия. Потом постепенно так же, надо понимать, что вес одной водной завода 640 тысяч тонн. Поэтому мы потом начинаем потихонечку за счет сброса балансовых вод поднимать по закону Кремеду, да, и потом он начинает подниматься вот так вот, и когда уже он выравнивается, будут открыты вот этот ботопор, да, и буксирами вытащат и потащат на Гадан. То есть вот такая вот схема. Нам это еще предстоит осмыслить, то, что вы сказали. То, что вы сказали, да. Да, но есть нюанс, вот, наверное, вы уже говорили по поводу Динамо Кирова, почему игру-то перенесли, почему получилось так, что футбол повсюду, кроме Кирова. А почему бы, кроме Кирова, ну, действительно, есть нюанс в контексте того, что болеевну, как бы, матч должен был быть домашним, вот, но с учетом того, что Тудротс попал на Динамо Киров, а мы хотели максимально, если уж такое решение было принято, мы хотели максимально получить медийность, и мы задали вопрос Динамо Кирову, не против ли они, чтобы этот матч был сыгран в другом месте с командой Тудротс. Они сказали, что не против, ну, то есть официально ответили, что да, мы не против, при условии, что мы берем из себя естественные затраты, плюс мы везли сюда болельщиков, плюс тех же Тудротс мы привезем, по-моему, 17 сентября туда, они сыграют матч. В Киров. В Киров, да, они сыграют матч Медиалиги там, по-моему, с командой Наши Деньги, если я не ошибаюсь, вот, и плюс, соответственно, мы там сделали фан-зону, значит, и плюс, соответственно, привезли ребят, как бы, амбассадоров РПС, да, значит, ну и плюс мы пообещали, что мы постараемся, во-первых, тех детей, которые там в детскую школу Динамо Киров, мы пообещали, что тоже за свой счет мы, как я говорю, не РПС, а компания Новотек привезем на всю школу на ближайший домашний матч сборной, вот, и параллельно еще посмотрим, сделаем мы, наверное, еще поле, там, где они есть, у них есть проблемы по трибунам, у них там очень большие трибуны, первые всего 550 человек, мы постараемся им помочь, в том числе, если в конструкции вот трибун, чтобы увеличить посещаемость, то есть максимально, чтобы компенсировать вот отсутствие этого матча. Вы правильно понимаете, что, получается, вы оплачиваете, компания Новотек оплачиваете все эти косты? Да, ну, естественно, да, да. Вы... А как это можно объяснить, вот, то, что Динамы Киров отказывались, то, что в сети привезли... Были цитаты о том, что они хозяева матча, и они бы хотели провести этот матч у себя. Цитаты от кого? Цитаты клуба, представители клуба. Я не знаю, вы знаете, у меня есть письмо официальное от клуба, где они говорят о том, что мы согласны, на то, чтобы провести матч здесь при отсутствии, при условии того, что мы закроем все транспортные отходы, привезем болельщиков и так далее, и тому подобное. Но это было предложение, с которым нельзя отказать? Есть такие предложения? Да, конечно. Ну, какие? Ну, то есть, что бы с ними случилось, если бы они отказались, скажите мне? Ну, что бы случилось? Команда, ну, вот объясните, что они, что с ними могло... Вы бы, как один из руководителей РФС, приняли бы какие-то меры? Нет, я никак... Ну, во-первых, начнем с того, что я в РФС отвечаю... За массовый футбол, ну, как бы, за комитет массового футбола, комитет маркетинга и коммуникации, да? Соответственно, ну, то есть, у меня нет возможности на них административно умеять, это первое. А второе, еще раз говорю, никаких дисциплинарных, исканий, мер или там наказаний точно бы не было. Ну, перестаньте, это же жизнь... Ну, то есть, мы хотели, чтобы все было хорошо. То есть, здесь нет истории про либо едете, либо будете наказать. Точно нет. То есть, так никто не разговаривает. Да? Алексей играет в это... Как сборные отреагировали на эту идею? А строк, да, поскольку локомотивный партнер, чтобы тренироваться здесь? Честно говоря, нет, потому что переговоры со сборной не я вел, значит, но мы... Я разговаривал с Митрофановым, значит, не я, так понимаю, ФС, А какой российский молодой Борис? Буквально месяц на сал, уехал, и гранит, то мы уехал. Ну, при том, что это же не совсем тренировка, то есть, ну, не надо это называть тренировкой. Это, по сути дела, вот мы привезли детей из Костромы, я, честно говоря, Челябинска, с Мурманска, со всего, с тем, чтобы привезти такой мастер-класс для них. То есть, это такое событие большое для детей. Вы, наверное, они сейчас только увидели их уже выражение в восторге. Это не совсем тренировка, это такой, ну, больше... Промо. Да, ну, я считаю, для детей. Ну, вот я, честно говоря, играл в детстве, там, ну, в футбол. Если бы меня вот привезли в такую тренировку, для меня бы это было большое. Ну, и плюс, честно говоря, еще помимо всего прочего, я считаю, что вот ребятам, например, из сборной, наверное, им это не очень надо, но показать, как живет страна, тут есть чем гордиться, просто показать даже вот объект, это, ну, это уникально, в мире такого нигде нет. То есть, я считаю, что им тоже будет полезно посмотреть, что происходит в стране, это за это можно гордиться, ну, на самом деле. Поэтому я считаю, что это не так плохо. Как вы смотрите на ситуацию, в которой сейчас оказался российский футбол? Какие наши перспективы с точки зрения возвращения к нормальным соревнованиям международным? И к той вилке, которая еще некоторое время назад была, но, как мне кажется, сейчас... Да, конечно. У меня есть одна простая позиция, я считаю, лучше играть, чем не играть. Значит, и если есть возможность играть в международных турнирах, в них надо играть. Значит, как они называются, значит, чемпионат там Азии, Кубок Азии или еще что-то, не принципиально, я считаю, что надо играть. Но переговоры ведь был не я, соответственно, я свою позицию озвучил, и там, и руководителям, и президенту, и тем, кто переговоры ведет. Но им, видимо, что-то обещают, постепенно как-то допускать. Я, честно говоря, не очень в это верю. Наверное, ну, мне хотелось бы ошибаться, но я в это очень-очень верю. Насколько много таких в РФС людей, как вы? Насколько я понимаю, вы и господин Сорокин, которые говорят о том, что лучше играть, чем не играть, и давайте переходить в Азию, если там нас готовы принимать, если мы готовы... Если нас готовы принимать, и если, условно, азиаты реально готовы нас доиспускать до официальных турниров, я считаю, что это правильный путь. Ну, а как там в РФС? Честно говоря, официально не знаю, кто что говорит в куларах. Как, знаете, все подвешивают историю и говорят, ну, надо, будем посмотреть. Ну, окей, ну, то есть, как, видимо, кто-то боится что-то сказать до тех пор, пока будет ясно, но... Вы не считаете, ну, то есть, две составляющие. Одну сказал господин Голосков, почетный президент РФС, когда сказал о том, что до окончания специальной военной операции решение не будет никакого принято, его вовремя. А второе, что что-то правильно, как вы сказали, что-то пообещали, что произошло в декабре прошлого года, когда 23-го числа мы были готовы, или 23-го, 24-го, вот все, оказалось, что мы идем полным ходом, а спустя неделю полный назад. Ну, в моем понимании не было, значит, там, если я сейчас правильно помню, в моем понимании не было ситуации про полный назад. Была ситуация про то, что UEFA предложила перейти на, как бы, трехмесячные консультации. Я не знаю мотивации UEFA, но думаю, что они сходились в логике, что не надо принимать резкие решения, а вдруг все закончится. Думаю так, значит, но это мое личное мнение. Потом, когда время закончилось, а решения принято не было, ну, дальше уже, я не знаю, я, честно говоря, даже перестал следить, потому что мне не очень интересно. Ну, то есть, от меня ничего не зависит, с точки зрения, там, влияния на процесс UEFA ведется, ну, у меня свое отношение к UEFA. Скажите его. Ну, я считаю, что в настоящий момент, значит, UEFA не заинтересован идти к нам на встречу. Поэтому и ждать от них каких-то, там, подарков, ослаблений и так далее, ну, наверное, можно, но мне кажется, что это... Вы не считаете, что мы просто упустили время? Потому что сейчас в Азии вот уже этой осенью начинается отборочный турнир. Ну, это очевидно, мы в отбор не попали. Мы, наверное, могли в него попасть, я не знаю, насколько реально могли, да? Но очевидно, что мы вот не то, чтобы время упустили, но то, что в отборе мы уже не играем, и этот цикл уже пропущен, это очевидно. Ну, что тут считай, не считай, это же факт. Как бы вы оценили вероятность нашего участия в отборочном турнире чемпионата мира 2026? Вы не считаете, что сейчас... Это гадание на кофейнике, Сергей, ну реально. Ну, вы не согласны, что это один процент? В Азию мы уже не идем, а в Европу... А, ну, вы имеете в виду в европейском этом? Да. Через Европу? Да. Ну, я в это не верю. Я в это не верю, потому что, честно говоря, то, как вообще происходит все, даже не только в футбольных властях, а вообще в целом, отношение европейских властей, любых, да, по отношению к нашей стране, не дает мне оснований говорить о том, что возможны какие-либо перемены в обозримом будущем. И я считаю, что на это не имеет смысла. Нужно просто адаптироваться к текущей ситуации и искать варианты, как бы быть дальше. Недавно. Вы знаете об этом, и в том числе, если бы вы не отправляете на это. Сразу в гармонт. Вы что имеете в виду? Ну, мы бацанки. А то, что мы торгуем, теперь с Азией. Вот компания Novotec сейчас, она как переориентировала свои... У нас не очень сильно, насколько это зависит. У нас есть, с точки зрения бизнеса, у нас есть долгосрочные контракты. И долгосрочные контракты, они 96%. То есть, смотрите, есть как две вещи, как бы просто понимание было. Novotec добывает обычный газ природный, да, и он только внутри страны продается у нас. То есть, потому что экстрагаза в обычном виде имеет право только газпро. Мы имеем право за границей продавать только жижный природный газ. Жижный природный газ у нас законтрактован все объемы на ближайшие 15 лет на 96% от общей массы. Поэтому это контракты твердые с конкретным получателем, поэтому мы не очень сильно зависимы. А с точки зрения оборудования, технологического санкции и так далее, да, конечно, они внизу, ну, целый ряд санкционных ограничений на нас наложили. Это, естественно, заставляет нас больше работать, больше суетиться. Ну, чем мы и занимаемся? Ну, собственно говоря, мы ищем выполнение сложных статей, с кем, чтобы реализовать проекты, назначенные сроки. Некоторое время назад господин Федоров, наш прославленный хоккеист, и, если не ошибаюсь, сейчас главный тренер ЦСКА, сказал о том, что у нас отстранение, его прогноз, у нас отстранение на 10 лет футболя. Я не знаю, чем он руководствовался, в хоккее он назвал цифру 7, в футболе 10. Как бы вы оценили вот этот прогноз? Я считаю, что это, давать подобного рода прогнозы, это чистая вода популизма, ну, правда. Потому что все зависит от такого количества непрогнозируемых факторов, то что бы я сейчас не сказал, от нуля до бесконечности, это все будет демагогой. Потому что какие факторы влияют на наше наличие или отсутствие футбола? Один. Ну, геополитическая обстановка, раз, ну, не совсем один, знаете, соответственно. Я всегда такой пример вам привожу, знаете, вот, есть такая поправка Джексону Веника, да, значит, в американском Сенате, которая была принята, там, по-моему, после ввода войск в Афганистан, там, в 79-м, что-то, да, ну, и что, она тогда и в пору не отменена. Уже и давно война завдевается, и наши из Афганистана ушли, и американцы зашли, тоже ушли. А поправка была такая, понимаете, поэтому от того, что там, как вы думаете, что этот фактор каким-то образом, может быть, да, ну, да, естественно, он сильно там, так или иначе, изменит ситуацию. Но это не значит, что он даст гарантию стопроцентного потом и быстрого возвращения наших удалив. Потому что история же не только про это, история же про другое. Откажется, будут там играть в силу разных обстоятельств или еще что-то там. Как вы оцениваете ситуацию в российском футболе? Вот есть такая точка зрения о том, что зачем нам сейчас огромные траты на иностранцев? Условно говоря, зачем нам в нынешней ситуации, когда денег на все не хватает, ну, это очевидно, да, зачем нам такие траты на иностранцев? А кому нам? Ну, то есть, условно говоря... РПЛ. Ну, РПЛ, что такое РПЛ? Не РПЛ, это, кстати, клубы, и, соответственно, их... Ну, госкорпорации. Вы считаете, Газпром госкорпорацией? Я не считаю, она и есть госкомпания. Ну, это их, я же, знаете, я считаю, не очень, меня так воспитывали, что не очень корректно заглядывают в чужой карман. Даже если это их карман госкорпорацией. Даже если это госкорпорация. Да, даже если это компания. У этой кармана есть, как это, свой распорядитель. Поэтому я буду влезать в то, как они тратят свои деньги. Поэтому это все равно, что мне, вот сейчас, нам сказать, Новатеку, вы зачем потратили, значит, деньги здесь на поле, ради чего? А я хочу сказать, что я знаю, ради чего. Ради того, чтобы дети вот так приехали, чтобы это поле осталось здесь в Нурманске, а оно в любом случае здесь осталось. Надо ли, мы ушли от темы, я понимаю, вы мастерски у Еленоса от темы. Я не уводил. Да. Надо ли сейчас госкорпорациям тратить огромные деньги на трансферы, на зарплаты футболистов и иностранцев в нынешней ситуации с лимитом на легионеров? Я, честно говоря, не очень, честно вам говорю, не очень знаю суммы транспорта и зарплаты, первое. Второе, значит, считаю, что если у них корпоративная политика определить много, которую они, как руководители компании, определяют и позволяют нам это делать, ну, пусть они это делают. Вопрос такой, вы хотите, чтобы я дал моральную оценку, я считаю, что не мое дело, правда, не потому что корректно, там, мне говорить или не корректно, просто на самом деле, есть люди, вот вы говорите, госкомпания, у них кто акционер? Кто-нибудь знает, находитесь в госудастях, 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 пусть государство и оценивает, эффективно они тратят деньги или нет, ну, то есть, есть же люди, которые, там, соответственно, А кто, на ваш взгляд, государство? Разве это не граждане? Ну, кто? Хорошо, граждане это. Ну, вот мы часть, Иван Карпов, Артем Локалов. Граждане выгуляют органы власти, которые... Иван, сформулируйте. Кто же государство? Что такое государство? Помоги вице-президенту Тарехову. Мне помогать зачем? Извините, что я не так сформулировал, да. Я не теряюсь, но я, еще раз говорю, и в моем понимании, что есть специально однозначенные для этого внутри государственных органов, потому что есть же иерархия внутри неправильная, которые могут или там считают нужным, и это точно не мое интересное. С точки зрения, если вы хотите спросить меня, по-моему, у кого приносит ли футболу пользу, я считаю, что если ребята мастеровитые, там, как тот же Плодин или Бариус, значит, ну, они явно выделяют. Я не знаю, сколько это стоит, но то, что наличие таких, даже и в компании, и в отроле, оно делает чемпионат, скажем так, более интересным. Ну, потому что они реально более мастеровитые. Это вид. Я бы недавно поделал на... Ну, они выделяют. А уж сколько они стоят, правильно это неправильно, можно ли это было сделать дешевле, дороже. Вы сказали, на мой взгляд, абсолютно здравую позицию по поводу перехода в Азию и того, что шансов на возвращение в Европу у нас нет. Вы же, если не ошибаюсь, члены из полкома. А вы готовы об этом более сказать, собственно, на самом заседании из полкома? Потому что у меня ощущение, что мы подпрыгнули в воздух, нас там в воздухе подцепили, и мы в этом воздухе висим. Не принимая никаких решений, мы что-то ждем. Даже никто не говорит сейчас о том, какова судьба рабочей группы нашей с УЕФА, ФИФА и Олимпийской Киевики. Я не говорю, что я вам сейчас говорю, я же не говорю с нами где-то в закромах, втиху и так далее. Я же вам позицию разлучил. Если вы считаете, что я в какой-то момент, когда возникнет такой вопрос, если он возникнет в грамоте заседания из полкома, промолчу или поменю, нет. Но, возможно, я не все знаю. И, возможно, там представители, которые занимаются в рабочей группе, которые, если такой вопрос будет на из полкома, и они, может быть, они уже о чем-то договорились, и они нам эти договоренности ознакомят нас с ними. И, возможно, там будет какой-то, не знаю, конкретный план или еще что-то, как было обращаться. Тогда я задумаюсь. Если ничего других новых вводных, с точки зрения информации я не получу, моя позиция не поменяется. Я еще раз говорю, лучше играть, чем не играть. Это все. Да. Почему «Новотек» не вкладывается в какой-то клуб, как «Вагазпром», «Зенит», а сосредоточен на национальной сборной и на подобных правилах? Ну, потому что мы, во-первых, не хотим тратить деньги на зарплату футболистов. А второе, потому что мы вкладываем больше. Если вы видите вот детские команды и вообще в национальной сборной, мне кажется, это важно. В Москву, в этой точке. Мы вас отдельно перейдем. Вот при этом ускажем. Я говорю, вас здесь оставить? Не, не, я садил. Сейчас все едем, я сейчас вам отдельно расскажу. Будет интереснее, чем у вас переживать. В центре национальном. Да. Так что, ну, я считаю, мы как бы сделали свой выбор и к нему идем. То есть, это то, что происходит, это, ну, в народе говорят, не в коньяк, но и до чего эти миллионы. У нас, эти клубы, наши клубы, которые спонсируются, в том числе, госкорпорациями, которые не играют в Еврокубку, но продолжают тратить миллионы на крутых клубах. Вы у них спросите, вы что меня спрашиваете? Я что-то трачу. Ну, все, да, у фиолетового, потому что мы не играем. Ну, я спрашиваю. Ну, каждый выбирает, знаете, свою дорогу, да? Вот мы выбрали такую дорогу. Нам интереснее вот на этих ребят смотреть, да, тем, условно говоря, за время реализации наших проектов мы сто площадок построили в футболе. Сто, да, как бы, и сколько детей через нас прошло, ну, я имею в виду, через наши турниры, да? И нам это интереснее. Ну, вот позиция. Так, спасибо большое. Все, я сейчас, я финально.